Агрономы Агрономы И дальше наращиваем внедрение фертигации, полив с удобрением всех культур. В этом году мощно закладываем растворный узел. И будет у нас первый этап нашего полива. Это был 1322 гектаров. Сейчас у нас 1800. И 1322 уже будет полностью через магистраль. Вся подача будет минеральных удобрений. Практически вся подача будет поливной водой. Здесь будет подать и азот, и цинк, магний, сульфат аммония и различные другие элементы. Мы видим эффективность. Не сомневаемся в эффективности своего процесса. Поэтому задача нам колоссальная в этом году. Заготовка, если раньше, буквально 2-3 года назад, допустим, по силосу, нам из 30 тысяч тонн мы не выходили от 20 до 30 тысяч тонн. В этом году мы одного силоса задача заготовить 55 тысяч тонн. Поэтому нам как бы здесь надо внедрять как можно быстрее все новое. Увеличивать количество и удобрений, и площадь полива увеличивать. Поэтому здесь нам никак нельзя стоять на месте, только развиваться. То, что из нового. Да, мы начали выращивать абсолютно новые гибриды кукурузы, которые идут по... Есть такие как бы опции в селекции. К сожалению, это не российское направление. Перевариваемость клетчатки, доступная общий корм. В нашей селекции это отстает. Соответственно, мы идем на сотрудничество с такими компаниями, как Лимогрейн, КВС, Майсадур, где имеется уже масса гибридов с повышенной перевариваемостью клетчатки. Соответственно, высевается только именно по кукурузе, как это основной корм наш, 70% в рационе это силос. Соответственно, высеваются только именно эти гибриды. Присутствует такой элемент важный, как стейгрин, чтобы она до уборки стояла зеленая. Это не так интересно зерновикам, как интересно, кто занимается кормами. Это вот то, что касается кукурузы. Ну, соответственно, шлейф идет удобрение, в которое по всей вегетации до закладки початка идет подача нужных элементов. Вводим новые культуры для увеличения. Так как и силос до 55 тысяч тонн, нам нужно и сенажа уже практически до 30 тысяч тонн ежегодно сенаж. Это тоже, если раньше мы собирали только с озимого клина, озимой пшеницы, озимой рожь. В этом году мы видим, что довольно-таки существенно есть негативные показатели по развитию озимых культур. Соответственно, но корм нам надо добывать. Соответственно, мы вводим и новую культуру. В этом году весной будут высеваться современные суданские гибриды фирмы Альтасиц. Опять же, это селекция этих культур. У нас в России это как бы еще только начинается разрабатываться. Отсутствие БМР-технологий, отсутствие лигнина, отсутствие синильной кислоты в корме. Потому что важный показатель в корме не только урожайность. Да, урожайность нам нужна, но нам уже нужен такой важный показатель, как поедаемость. Порода у нас суперсовременная, галщинфризы. С потенциалом за границей мы видим, ездим, смотрим. Потенциал на среднюю фуражную голову до 16-18 тысяч тонн. Мы достигли рекордов тоже 10 тысяч тонн, поэтому нам есть куда стремиться. Нам нужны высококачественные сбалансированные корма. Высевается 40-го суданских гибридов, я сказал, и будет наряду с импортными высеваться и российские. Мы как бы сейчас ведем диалог с Институтом Славянское поле. Будет на площади 200 гектар и их гибрид высеваться, будем сравнивать. Есть ли закладки хотя бы, чтобы что-то доброго в нашей селекции. Вот такие моменты есть. Наряду с дождеванием идет сейчас, в этом году набираем информацию, ездили, исследуем. Такой важный момент подпочвенное орошение. У нас, к сожалению, наш комплекс расположен близко к асфальту, близко все. Но основной массив земельный находится как бы севернее этого комплекса. И поэтому есть такой важный момент, как логистика доставки корма. Мы уже прошлый год, прошлый сезон возили тот же сенаж с расстояния 20 километров. Здесь нас подтолкнуло об эффективности использования земли, которая находится непосредственно недалеко от фермы. Здесь масса полей, где не поставишь ни круговое орошение, ни фронтальное орошение. Здесь надо развивать что-то другое. А поля хорошие, плодородные. Но они неправильные конфигурации, как небольшая площадь. И там такое орошение не поставишь. А подпочвенное орошение, то что есть современные технологии у итальянцев, есть современные технологии у израильтян. В России у нас это пока развивается. Мы ездим, смотрим, но пока еще только 2-3 года. Опытов очень мало. Надеемся, вот откроют границы скоро, будем летать, общаться. И я думаю, что на следующий год уже будем внедрять. У нас есть такое намерение с руководством, чтобы не менее 300 гектар внедрить подпочвенное орошение именно на этих участках. Они, еще раз повторюсь, высокопродуктивные. И там можно дешевый корм рядом с фермы на расстоянии 2-3 километров от фермы можно заготавливать. Так что, ну, если какие есть вопросы, могу ответить. Да, очень интересное выступление для тех, кто занимается животноводством. Я думаю, что тут прям-таки адрес передового опыта. Хоть завтра туда поезжай, если согласятся принять для того, чтобы день животноводческой фермы там провести. Вопрос у вас, пожалуйста. Александр Сергеевич, рулем Академии, Российской Академии Наук. Спасибо. Уважаемый... Я прослушал имя, отчество ваше, поэтому... Сергей Валерьевич. Сергей Валерьевич. Вот вы так глубоко рассказываете о кормах, о том, все это. Ну, вы понимаете, вот напрашивается вопрос самый элементарный. На каких почвах вы работаете? Как вы мониторите эти почвы? Как они будут реагировать на вашу нагрузку, болив с удобрениями? То есть проникновение удобрений будет? Как почвенопоглощающий комплекс этих почв смеется? Вот это... Или это не входит в рамки ваших исследований? Поближе к микрофону... Все это входит. Все это входит у нас... Абсолютно недавно был почвен анализ, но мы будем как бы стараться, чтобы каждые 3-4 года его делать. Но это же не главное. Дело в том, что когда изучив многолетний опыт тех же наших врагов-американцев, которые впереди планеты всей по сельскому хозяйству, дозы удобрений, какие они применяют на тех же кормах, на тех же зерновой кукурузе, на той же сои, но мы где-то процентов 20 всего от них. Поэтому, соответственно, да, я понимаю, что там есть какая-то опасность засоления, что-то, но те, какие рекомендации Оксана Владимировна Памсухова, да, у нас делали, а не анализ почвенный, вот этот, там... Там, Грахим-центр. Да, Грахим-центр, да. Там даже для них, как бы, мы такие еще дозы пока не вносим. Хорошо. Соответственно, мы почему-то хотим, стараемся увеличить эффективность каждого гектара здесь с поливной водой, вы сами понимаете, это просто логично, логично доказанная наукой производства, да, чтобы тот же доступный азот, а медная форма, аммонийная, там, нитратная, чтобы с поливной водой это более эффективно. А дозы, какие, там, как бы, совершенно еще мы не дотягиваем до мировых. Хорошо, это понятно. Вы... Аммирафон поближе держите. Ага. Так, извините. Это, я имею в виду, а какая гранулометрия в бочку? Вот агрохимия тут, ладно, так сказать, агрохимий-центр, это, так сказать, можно верить. А какая, какой, это, состав? Легкий, средний, суглинистый, тяжелый суглинистый? Калачевский район, это же известный, как бы, светлый каштан. Это, у нас в основном вся структура, где-то процентов 60, я помню, по агрохимоназу тяжелый суглинок. Средний и тяжелый, в основном тяжелый. Так вот я вам... Земля глинистая. Хорошо, вы молодец, ответили мне на вопрос. Вы знаете, у нас одно время увлекались клубком, сейчас, правда, эта компания, так сказать, успокоилась. Вот я им такой привел аргумент и приведу к вам. Вот светлокаштаны и фочу, они карбонатные. Карбонатный слой лежит на глубине... А, ниже микрофон. Ой, извините, уж привык это руками. Значит, карбонатный слой лежит на глубине 30, 40, 50, 60, в зависимости от карбонатности. Он не проницает. То есть вот пройдет один год, два год, десять лет, и то, что почва и корма не возьмут в свой комплекс, они будут там накапливаться. Вот только единственное опасение. Вот единственное опасение. Потому что почвы тяжелые сугубы. Конечно, согласен. Я же, как бы, здесь умолчал от таких, как бы, мелочь-не-мелочь, но глубокое рыхление мы производим. Мы стараемся разуплотнять. Как бы, это все мы делаем. Как бы, здесь мы никуда от прописных истин не уходим. Просто, да, ситуация есть, но опять же взять, если те же вот поливные нормы, да, как бы, рекомендация всех наших институтов, вот именно так, так. Но мы еще ни раз, вот при моей работе, ни раз столько не давали. Так что, я думаю, что мы здесь, ну, не засолим мы до такой степени, чтобы, если бы поливали бы теми нормами то, что рекомендует наука сейчас, ну, да, и быстрее бы, наверное, засолили. А если мы идем просто методом тыка, да, вот скоро нам датчики, установим датчики влажности, установим датчики засоления, установим датчики наличия микроэлементов. Я думаю, все у нас получится. Сергей Валерьев, используете ли вы прием получения двух урожаев за сезон? И я у вас первый вопрос услышал, что вы имеете проблему с организацией территории. Вот по этому вопросу сотрудничаете ли вы с федеральным научным центром, который может помочь решить эту проблему? Паукосную культуру используем ежегодно, потому что, как у нас есть многолетние травы, они периодически уходят. Надо выселать другую культуру. Каждый год, в принципе, у нас некоторые участки орошения уходят люцерна, передисковываются, удобрения вносятся и сеется полукостно. Июньский пассив кукурузы, она прекрасно получается, из года в год как бы это практикуется. То, что касается сотрудничества с ПНЦ, ну, я думаю, здесь мы сотрудничаем плотно с МНИОЗом, сотрудничаем плотно с Волгау, как бы много студентов. У нас проходит практика всех направлений, поэтому вот так вот. Логистика предприятия, опять повторюсь, как бы, чем нам тут наука поможет? Я думаю, что здесь только надо урожайностью нам, урожайностью и именно новой культурой, чтобы, ну, опять повторюсь, еще, чтобы был важный момент поедаемости. Потому что буквально лет 8 назад, когда было получено хорошее урожай сурокосуданского гибрида, наши коровы вновь завезенно отказались его есть. И не такое бывает. Так вот, вот еще, что важно. Сурокосуданского гибрида. Видимо, этой проблемы не было. Просто вынуждены были, я знаю, и в Краснодарском крае, вынуждены были закупать зерно по бешеным ценам кукурузное. Вот у вас из-за того, что, ввиду того, что у вас орошаемый глин, эта проблема отсутствует? Ну, к сожалению, когда температура свыше 50 градусов в продолжительное время, мы как бы уже были в дискуссии с руководством, с зоотехнической службой. Позапрошлый год, когда каждому растению, когда с неба падают осадки в виде дождя, конечно, не грады, в теплое время года, но это благо, да, там наступает и азот, мы знаем все это. И, соответственно, в прошлом году даже при поливе, но с высокими температурами мы недосчитались в крахмал. Это как раз зерновое направление, но крахмал нужен и животноводам. Поэтому, да, масса была получена плановая, мы хороший урожай получили, но присутствие початка, вес, соотношение зерна и силостной массы было другое, в отличие от позапрошлого года. Сказывается жара, полив, не все, к сожалению, спасает. Запал идет, когда цветет кукуруза, здесь высокие температуры тоже сказываются. Будет, уважая того же зерна, будет ниже. Ясно. Скажите еще, вот, органику, как вы используете удобрения? Вот, у меня знакомый фермер, он агроном по образованию, и через несколько лет работы он сказал, что буду заводить, заниматься животноводством. И сейчас уже на его ферме 550 галшкинов дойных. И вот эти удобрения помогают ему наращивать урожайность в условиях Павловского района Краснодарского края. У вас как удобрения используются? Это тоже, как бы, наша, как бы, фишка. Из года в год мы наращиваем. Видим, что, ну, это же, как бы, прописная опять истина, где органика, это, как бы, все с этого начинается. Позапрошлый год мы внесли порядка 13 тысяч тонн навоза на поля, близлежащие при Фермске сибровод. Прошлый год внесли больше 25 тысяч, 25 тысяч 360 тонн. Это я, как бы, веду. Как бы, здесь у нас есть полное понимание. Да, это дорого, но это эффективно. Она здесь есть не только урожайность здесь, и опять, как раз, вот, что товарищ Улев говорил, что, как бы, и мелиорация здесь, симбиоз мелиоративных мероприятий, агрономических, агротехнических здесь, как бы, вполне. Поэтому здесь, а в этом году по плану мы, как бы, уже внесем от 30 до 40 тысяч тонн будет. Навоз есть, да, все же, по голове больше 5 тысяч голов, как бы, а в перспективе их будет больше от 10. Конечно, это здесь же и плюсы, и минусы. Еще один вопрос. Можете сказать о дождевальных установках, которые, какие сейчас вы используете? 27 сейчас у нас установок всего. Это одна, ну, одна фирма, это Баур, как бы, передовые, современные, мы понимаем, что, как бы, вот, именно вот это. Остальные, как бы, больше, как бы, ну, рассматривали очень много предложений, ездили и по России, и за границей, как бы, ну, остановили. Здесь, как бы, долгосрочное сотрудничество нам, нас пока все устраивает. Пожалуйста, вопрос. Илья Валерьевич, я хотел спросить, я правильно услышал, что минеральное удобрение вы вносите только на участок с орошением или на участок с орошением тоже вносите? Не, вносим, мы только, ну, стараемся основную львиную долю всех минеральных удобрений вносить именно под корма, но так как у нас, у нас практически вот прошлый год, а зимая пшеница, на сенаж ушло порядка двух тысяч гектаров, соответственно, и удобрения туда попадают. Но основное внесение это, где идет кукуруза, люцерна, соя. У Андрея был вопрос тоже, или нет? Есть еще вопросы? Нет? Сергей Валерьевич, спасибо вам большое. Успехов вашему хозяйству. Спасибо.